МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По прилете на допрос настоящий детектив развернулся с задержанием адвоката Андрея Цыганкова. Напомню, он защищает интересы нардепа Александра Онищенко в так называемом газовом деле. Коллегия адвоката утверждает, что Цыганкова взяли под стражу сотрудники СБУ и увезли на допрос прямо по прибытии в аэропорт Борисполь. В службе безопасности уверяют, на допрос тот поехал сам. С делом Онищенко задержание якобы не связано, статья посерьезнее. Шпионаж. Так как обстоят дела на самом деле? Где сейчас Цыганков? Все припятии выясняла Анна Каменева. Она сейчас у здания службы безопасности Украины. Аня, здравствуй, расскажи, как задержали адвоката, или он добровольно поехал в СБУ? Здравствуй, Катя. Эта запутанная история действительно началась в аэропорту Борисполь, где утром приземлился Андрей Цыганков. Там его уже ждали 10 сотрудников СБУ. По крайней мере, об этом заявила его адвокат Наталья Плиса на своей странице в Фейсбуке. Она написала, что СБУшники попросили его проехать с ними на Андреевский переулок, на Альскольдов переулок, где, собственно, находится следственное управление ведомства. Но зачем туда ехать, не объяснили. Плиса уверена, что это связано с его профессиональной деятельностью. Чуть позже адвокат написала, что будут проведены процессуальные действия в рамках возбужденного уголовного производства. Но вот какого именно она не уточнила. Тем временем в СБУ задержание Цыганкова опровергли. Мол, он добровольно согласился пообщаться с сотрудниками ведомства. И более того, он сам инициировал этот разговор. Статуса пока никакого не имеет. А вот как это прокомментировала адвокат Цыганкова Наталья Плиса в своем же Фейсбуке. Она написала, что это, цитирую, натуральное задержание. И рассказала немного деталей. Сотрудники СБУ окружили их в паспортном столе в ВИП-терминале. Молча стояли за спиной. И ни на секунду не отходили, пока адвокаты не получили свои паспорта. Ну а вот пообщаться с самим Цыганковым или с Натальей Плисой пока не удается. К ним не дозвониться. Поэтому до сих пор не ясно, что же на самом деле произошло в аэропорту. Ань, почему все же заинтересовались Цыганковым? Звучат разные версии, вплоть до шпионажа. Что известно? Ну, в СБУ нам действительно сказали, что этот разговор не связан с тем, что Цыганков защищает Онищенко. Ну и действительно в СМИ появилась информация, что якобы СБУ подозревает Цыганкова в шпионаже. Мол, тот работает на Россию. Но в самой службе безопасности пока нам это не подтвердили, так же, как и адвокат Цыганкова. Она назвала это нелепой версией и призвала не реагировать на подобные публикации. Но при этом, опять же, не уточнила, по какому делу и в каком статусе проходит Цыганков. Ну, пока это остается, видимо, тайной. Катя. Спасибо, Аня. Это была Анна Каменева с подробностями задержания адвоката Андрея Цыганкова. А Управление внутренней безопасности СБУ задержало своего. Подозревают, что их же сотрудник торговал с закрытой информацией. Взяли его на горячем во время передачи секретных сведений в обмен на 20 тысяч гривен. Открыто уголовное дело по статьям нарушения государственной тайны и получения взятки. Торговцу секретами грозит до 7 лет тюрьмы. Экс-регионал Владимир Медяник вышел на свободу. Генпрокуратура закрыла против него уголовное дело. Говорят, нет доказательств. Напомню, Медяник провел в СИЗО почти три месяца. Его арестовали 7 августа и считали главным фигурантом дела экс-главы фракции партии регионов Александра Ефремова. Обоих, и Медяника, и Ефремова обвинили в создании террористической организации ЛНР и умышленных действиях с целью изменения границ Украины. Теперь Владимир Медяник на свободе. Адвокаты предполагают, что вскоре выйдет и Александр Ефремов. Спасибо. Маленький Купянск восстал против полицейского беспредела. В небольшом городе под Харьковом преступность выросла в 4 раза за 2 года. За последние 3 месяца 2 убийства. До полиции достучаться нереально, уголовное производство открывают, но дальше дело не идет. Больше знает Светлана Шекера. Александр рассказывает новость, всколыхнувшую весь Купинск, но при этом просит не показывать его лица. На выходных из-за браконьеров погиб молодой мужчина, 28-летний милиционер. Есть такой у нас человек, разводов Виталий Леонидович. И его друзья рассказывают, что они браконьерничали, гонялись за кабаном и перевернулись на машине. И как бы при этом слову людей, которые мне рассказывали, говорят, что в Синельниково переехали машины. Мужчина говорит, человек, сидевший за рулем, уже не раз нарушал закон. Местные его боятся, а полиция не замечает. Это человек, на нем уже не одно уголовное дело сейчас открыто. Его не задерживают, не берут под стражу. Это местный контрабандист и главарь бандитской группировки. При виде телекамеры в центре Купинска собирается целый митинг. Каждый из этих людей жалуется на бандитский произвол и бездействие полиции. У Лидии Рябко месяц назад в кафе убили мужа. Забили ногами. Именно подозреваемых известны, но арестовывать их никто не спешит. И не задержали их, да. Хотя человек работает в волочно-консервном комбинате. Я хочу, чтобы наша полиция хотя бы иногда начинала работать и что-то делать. Потому что мы уже боимся ходить просто по Купинску. У нас воруют машины, у нас грабят дома. У нас людей убивают каждые три месяца просто. Чтобы спастись от воров, люди сами организовываются в народные дружины и по вечерам патрулируют улицы. И даже ловят взяточников и злоумышленников. Но полиция воришек отпускает. Вот воришек у нас поймали. Значит, сами люди соседу случайно украденное продали. Они выявили, кто ворует, лазит по домам. Что делает полиция? Она их ловит, садит их на крючок. То есть у них есть определенная такса. Эти воришки лазят дальше, бомбят дома, гаражи и все остальное. Заносят деньги определенным людям в полиции. И продолжают свою деятельность. Возмущенные люди решают идти за объяснениями к начальнику районной полиции. Добрый день. Мы хотим услышать от вас. Что вы сделали за это время? Мы за все время установили людей, которые действительно сколыцей зло. Начальник полиции людей выслушивает и называет шокирующую статистику. За два года количество грабежей и избиений в Купинске возросло в 4,5 раза. Полицейский оправдывается, после проведенной реформы преступников ловить некому. Ликвидовано линейный отдел. Ликвидовано отделение на Ковшаровце, где работали, где населенный пункт 20 тысяч. Там сейчас работают. Раньше работали 50 милиционеров, а сейчас работают 2 милиционера. Нема набора. На сегодняшний период набор отсутствует милицию. Набирается только патрульная милиция. По аттестации вымыто кисяк райвиделу, вымыто профессионное ядро. От начальника полиции горожане вышли растерянными. Говорят, ответы на свои вопросы так и не получили. Светлана Шикера, Александр Яновский. Подробности телеканал Интер, Харьковская область. А в Днепре отчаявшиеся горожане решили самостоятельно бороться с оборотнями в погонах. С чучелом полицейского активисты пришли к зданию одного из райуправлений. Требовали уволить начальника, закрыть игорные залы и наркопритоны. Услышали пикетчиков или нет, знают наши корреспонденты. Вот это чучело, милицейская форма на швабре с деньгами в карманах. Олицетворение милиционера-коррупционера. Активисты у здания местного главка требуют положить конец разгулу наркоторговли и киршеванию игорного бизнеса. Лишаются люди квартир, семей. Да, устал от нужно. Потому что тут все проигрывало. А дети оставались голодные. Игорный зал, где муж оставлял едва ли не всю зарплату работать не первый год, рассказывает Екатерина. И такие заведения в районе почти на каждом шагу, уверяют активисты. Вот одно из них. На фасаде вывеска. Якобы вполне легальный клуб, где за определенную плату можно воспользоваться интернетом. Вот только внутрь попасть мы не смогли. Дверь оказалась заперта. Не меньше и так называемых нелегальных наливаек, где продают фальсифицированный алкоголь. Рейды по таким забегаловкам активисты проводят постоянно. И все попусту. Вот эту наливайку мы закрывали вместе с общественниками, вместе с патрульной полицией. Приезжал СОХ Ленинского района бывшего. Составили дело, внесли в единый реестр досудебных расследований, так называемый ЕРДР. Наливайка была закрыта силами общественников. Вот прошло немного времени, вы можете сами убедиться, зайти внутрь, выпить паленой водочки через дорогу школы. Активисты уверяют, все бесчисленные наливайки, игровые залы и наркопритоны крышуют полицейские. Если СОП приезжает на изымание и автоматы игровые, которые являются незаконными, они нам просто в лицо улыбаются. И говорят, что нет, мы ничего не будем вывозить, нам начальство полный приказ, ничего не вывозить. Начальник райотдела полиции все обвинения отвергает. Они предоставляют пакет документов, который разрешает им эту деятельность производить. Митингующих такая статистика не впечатлила. И они предложили начальнику райотдела поехать и посмотреть, как работают нелегальные заведения. Тот отказался. Навести порядок в районе пообещал главный полицейский города. Мол, во всем разберется лично. Проведем служебное расследование в отношении начальника. Посмотрим, какая его роль во всей этой ситуации. Ну и будем принимать кадровые решения. Результаты активисты обещают ждать две недели. Если их не будет, снова выйдут на митинг, но уже более массовый. Елена Медалек, Евгений Коденцов. Подробности телеканал Интер Днепр. О безопасности и в столице скоро можно будет только мечтать. Накануне вечером недалеко от станции метро Бориспольская двое мужчин напали на женщину. Она возвращалась домой от подруги. Неизвестные набросились на жертву в неосвещенном месте. Ударили по голове, затащили в лесопосадку и изнасиловали. Злоумышленники забрали у пострадавшей золотые украшения, деньги, банковскую карточку, телефон и скрылись с места преступления. В полиции открыли уголовное дело по статьям изнасилования и грабеж. Ведется следствие. Массовая потеря профессионала в ликвидации многих важных подразделений. Казуистика реформы МВД довела до отставки главу нацполиции в Запорожской области. Виктор Ольховский заявил, увольняется по собственному желанию. Говорит, своей главной задачей видел помощь в реформировании региональной полиции. Но по факту сократили все, что можно, а взамен ничего не создали. Областную полицию генерал-майор Ольховский возглавлял с весны 2014-го. Кто станет его преемником, неизвестно. То, что сейчас происходит, очень мало напоминает системное, планомерное, стратегически обдуманное реформирование нашей системы. Потому что сейчас, получается, мы здесь до конца не довели, до ума не сделали то, что положим. Мы приступаем к другому, где у нас тоже возможности финансовые ограничены. И мы не сможем сделать это сразу и по всей стране. Тем временем глава проблемного ведомства Арсен Аваков решил отправиться в путешествие. И улетел в Японию на 4 дня. Перенимать опыт работы японской полиции. Об этом сообщили при службе МВД. Министр планирует встретиться с руководством Нацкомиссии по общественной безопасности, Министерства иностранных дел Японии и Японского агентства международного сотрудничества. Еще Аваков собирается ознакомиться с работой полицейских станций и Центра дорожного контроля, полицейского управления Токио. Напомню, ранее посолу Японии в Украине Ширгей Кисуми уверял, что Токио поможет Украине развивать киберполицию. Кроме этого, в рамках Киотского протокола Япония передала украинской полиции почти 10 тысяч комплектов зимней одежды и полторы тысячи автомобилей Toyota Prius. В планах Токио передать Киеву еще 650 авто Mitsubishi Outlander. А вот какую статистику приводит на своей странице в Фейсбуке журналист Константин Стагней. По состоянию на 21 июля столичные патрульные разбили 160 служебных автомобилей. Если учесть, что всего киевская патрульная полиция получила 235 Prius, то получается, что уже 68% автопарка побывало в ДТП. В высшем админсуде Украины сегодня рассматривали очередной иск против переименования Кировограда в Кропивницкий. Его подали оппозиционеры еще несколько месяцев назад. Но оказалось, это не единственное требование такого рода. В суд обратились также жители города и представители общественных организаций. Всего 16 исков. Теперь судьи объединяют их в одно дело. Просто было проигноровано думку граждан. Было порушено все, что возможно в Верховной Раде при переименовании города. По-перше, закон про географическую назву, где честно сказано, что нужно, чтобы была врахована думка граждан. Здоровый глузд и подход не в переименовании города, улиц, сел и так далее. А здоровый глузд – это заниматься тем, чтобы люди могли жить в европейской Украине. Это работа, это заработная плата, это пенсии. Кропивницкий – один из городов, где жители до сих пор мерзнут. Хотя вот уже 10 дней, как официально начался отопительный сезон. Чиновники сетуют на изношенные трубы, а люди – на бездействие коммунальщиков. Кое-где даже назревают холодные бунты. Какая ситуация сложилась в разных областях? И как люди спасаются от холода, расскажут наши корреспонденты. Из-за холодных батарей назревает бунт Марганца Днепроветровской области. Город остался без централизованного отопления. До сих пор холодно в школах, детсадах и даже больницах. Мы разрешаем нашим пациентам ставить обогреватели и электроприборы. Частично в нашей больнице электроприборы, а частично они приносят из дому. В поликлинике морг, натуральный морг, просто невозможно. Дети начинают болеть, детей приводишь, их там надо хотя бы раздеть, чтобы их послушали. Невозможно. Люди говорят, если тепло не дадут, будут блокировать городской совет. Ну а чиновники винят самих жителей. Мол, не платят. Из-за этого местные энергетики задолжали поставщикам газа 60 миллионов гривен. Кроме Марганца, без тепла и жителей Никополя, Павлограда, Желтых Вод. Большие проблемы в Покрове и Новомосковске. В Запорожье отопительный сезон начался по графику 14 октября. Но вот горячие батареи не в каждом доме. Вот у меня меховая безрукавка. Одеваю свитера, эту меховую безрукавку. Вот это ж так и согреваемся. А что делать? Очень дорогое электричество. Куда ж тут применять электрообогреватели? Причин холода две, говорят чиновники. Порывы на теплотрассах и кражи. Как оказалось, в этом отопительном сезоне большим спросом пользуются счетчики тепла и вентили на трубах. И сколько таких вот подъездов вентили нужно ставить? Сколько стояков столько и надо ставить? Сколько уворовали? Ну уже 10 поставили. Если украденные счетчики и вентили заменить еще можно, то гарантии, что не будет порывов на изношенных теплотрассах, никто дать не может. В Кропивницком за подачу тепла сражались больше недели. Причина вся та же – массовые порывы труб. Официально отопительный сезон стартовал 13 числа, но на сегодня больше, чем в 50-ти многоэтажках городской больницы и школах холодно. А вот многие пенсионеры со страхом ждут новые платежки. У меня пенсия 1300. Если я плачу за коммунальные услуги, в среднем, вот сейчас без отопления, я плачу 200, 207, 20 гривен. А остальное? Я половину отдам, а за что житель? Я говорю, дайте некоторым нашим властям 1300, и хоть в один день они пожили на 1300. Проблемы с отоплением по всей Кировоградской области. Мерзнут жители и в Светловодске. В столице 90% жилых домов с горячими батареями отчитались чиновники. Вот только в правдивость такой статистики не очень верится. На интернет-форумах горожане сокрушаются. На календаре конец октября, ночью заморозки, а отопления как не было, так и нет. Такого еще не было. Чтобы у нас до 22 числа обычно, самое позже 15 числа. А в этом году вот такая вот история. Люди буквально обрывают телефоны в ЖЭКах, но там просят подождать. И объясняют, аварий на теплосетях этой осенью на 15% больше, чем прошлой. Это двор одной из столичных многоэтажек. Возле подъезда от пары горячо, как в сауне. А в квартирах не более 10 градусов. Мы встретили наших районных сантехников. Я просто их встретил на улице, говорю, хлопцы, что происходит? Они так взялись за голову и говорят, слушайте, рік, вот эта речка, говорит, рік у вас протекает горячая вода. Кажет, никому до этого дела не может. Даже если котельные дадут тепло в ближайшее время, в квартирах температура поднимется отнюдь не сразу. Чтобы прогресс остывшим домам, нужно по меньшей мере неделя. Елена Брынза, Сергей Бордюж, Олег Решетняк, Елена Миндалюк. Подробности телеканал Интер. Особая ситуация в Николаеве. Тепло в квартирах горожан есть. Пока. Напомню, на прошлой неделе с горем пополам договор с нефтегазом подписали местные власти. И вроде бы с документами порядок и котельные работают, но мэр рисует мрачные картины обледеневших батареи во время февральских морозов. Почему? Расскажет Кирилл Ющишин. В Николаеве к теплоснабжению подключены почти все многоэтажки и соцучреждения. Отрапортовали городские власти. Но горожане сетуют температура в квартирах чуть выше, чем на улице. Батареи у нас холодные. Мы мёзнем, ночью спим с бутылками, с грелками. Здесь начала намокать стена, начали обои открываться. И, по всей видимости, еще несколько дней и появится пресень. Коммунальщики признаются топливо, пока относительно тепло на улице действительно экономят. Ведь лимиты Нафтогаз установил по нижней планке. Но это не самая большая проблема. Городоначальник не исключает в пик февральских морозов отопление и вовсе могут отключить. Цитирую. Если те условия Нафтогаза, на которых сейчас подписаны договоры, не будут изменены. Отключить газоснабжение могут из-за новых долгов, которые, согласно документу, подписанному на прошлой неделе, появляются практически мгновенно. 1 декабря мы подписываем акты по объемам газа. Уже второго мы должны за него платить. Но на сегодняшний день ситуация такая, что мы клиенту за потребленную тепловую энергию выставляем только 10 числа. А льготы и субсидии мы вообще проводим в 20-х числах. И вот этот разрыв в месяц, в этот момент появляются штрафные санкции и пень. И это просто убивает теплогенерирующую компанию. В Николаеве все теплогенерирующие компании работают по одним правилам. И директор местной ТЭС считает, ситуацию с отключением можно будет предотвратить, если из бюджета вовремя компенсировать оплату субсидий. Где-то 50% населения, может даже больше, будет у нас охвачено субсидиями. Это значительная сумма. И эта значительная сумма может составить до 60% всей оплаты за газ потребленный. Год назад деньги за субсидии из бюджета поступали с опозданием в несколько месяцев. Если так будет и в этот отопительный сезон, претензий монополистам не избежать. В самом Нафтогазе ситуацию не комментируют. Мы направили официальный запрос, но ответа, могут ли в морозы перекрывать вентиль, так и не получили. Кирилл Ющишин, Игорь Попов, телеканал Интер, Николаев. Ужгородские школьники остались без осенних каникул. Отдохнут на следующей неделе только учащиеся половины школ. А в 15 учебных заведениях решили продолжить учебный процесс. Зато обещают, что зимой дети будут гулять на неделю дольше. В городском управлении образования утверждают, на отоплении для детей не экономят. Говорят, решения принимали в каждой школе педколлективы вместе с родителями. В 2013 году подобный эксперимент чиновников закончился скандалом. Школьники устроили митинг и забросали здание Марии яйцами, требуя вернуть им каникулы. Прокуратура тогда признала отмену осенних каникул незаконной. Но затем на сессии Горсовета ужгородские депутаты официально разрешили школам самим устанавливать сроки каникул. И как бы там ни было, кризис позади. Ситуация стабилизируется, а экономика начинает расти. Таковы результаты опроса 30 экспертов, проведенного общественным объединением Европейской инициативы на прошлой неделе. Политологам предложили подытожить первые полгода работы правительства Гройсмана. В частности, попросили назвать события, которые повлияли на их отношение к деятельности Кабмина. Пятая часть опрошенных сочла таким событием решение о росте цены на газ. Еще столько же – своевременную подачу в парламент проекта бюджета 2017. 12% вдохновило получение транша МВФ. Также эксперты отметили отрасли, в которых Кабмин Гройсмана показал себя лучше всего. Это ремонт дорог, сфера безопасности и обороны, а также реформирование энергетического сектора. Их политологи посоветовали правительству развивать и дальше, добавив еще в список приоритетов рост экономики. Что касается реформ, то их ускорение, по мнению экспертов, невозможно без поддержки парламента, профессиональных кадров на госслужбе и коммуникации с общественностью. Также треть опрошенных уже увидела начало стабилизации в экономике, еще половина только ее признаки. И вот как прокомментировали свои ответы сами эксперты, которые принимали участие в вопросе. Не только ремонт дорог, не только то, что у нас на виду, не только патрульная полиция, но и движение в правильном направлении, хоть он даже 1,5%. Это все равно колоссальный достиг, тем более, что МВФ нам пророкует, ну не пророкует, а прогнозует, на 2018 год увеличение на 4%. Это колоссальный прогресс. Я считаю, что это заслуга, конечно, не только уряду, но и тех простых людей, которые работают на производстве. У населения, безусловно, ставление до уряду больше формуется подвищением цены на газ и подвищением коммунальных тарифов. Для экспертов, более важным было конкретно, скажем так, политическое и управленческое достижение этого уряда. Важливо, что уряд продемонстрировал то, что он продолжает реформы. Население сейчас пока не готово, скажем так, свои социальные требования втеливать в политический протест. И еще появится это в следующем году, это вопрос, но, при этом уже точно, скорее всего, не появится. Это уряд, конечно, закладывал основу стабильности, которую не было, например, в уряде Яценюка. Правительственные перестановки и связанные с ними дрязги назревают в Германии. Министра иностранных дел и активного участника нормандской четверки Франко-Вальтера Штайнмайера прочат в президенты страны. Есть ли шансы у дипломата возглавить государство и чем это станет для политика? Почетной пенсией или вершиной карьеры? Расскажет Татьяна Лагунова. Предложение, от которого трудно отказаться, министру иностранных дел Германии предлагают поменять работу. Родная партия, социал-демократическая, хочет выдвинуть кандидатуру Франко-Вальтера Штайнмайера на высший государственный пост президента страны. Имя будущего президента в Германии обсуждают не менее активно, чем канцлера. В начале следующего года Йоахим Гаук уходит в отставку по собственному желанию. И нового главу государства придется избирать уже в феврале. В кулуарах называли разные имена, и вот эздеки определились первыми. Мол, зачем искать, если есть Штайнмайер, опытный дипломат и политик. Впрочем, чтобы стать президентом страны, опыта и репутации мало. Главу государства в Германии избирает федеральное собрание. В него входят депутаты Бундестага и делегаты от земель. Абсолютным большинством голосов. Это значит, что кандидатуру президента должны поддержать все крупные партии. А их, похоже, предложение эздеков застало врасплох. Эта политическая самодеятельность уже заявили христианские демократы и зеленые. Мол, Штайнмайер неплох, но кандидатуру президента должна предлагать не одна партия, а все вместе после обсуждения и переговоров. Социал-демократы сами говорили о том, что в этом вопросе не должно быть политической грызни между партиями. А теперь предлагают активного члена партии на пост президента. Я думал, что будет совместное предложение от коалиции, которое потом обсудят с нами. Но социал-демократы в лице господина Габриэля сделали предложение от партии. Нужно обсуждать. До февраля времени еще много. В любом случае, шансов стать президентом у Штайнмайера куда больше, чем канцлером. У социал-демократов есть негласное правило. Не выдвигать на пост главы правительства кандидата, который в прошлом парламентские выборы проигрывал. А Штайнмайер в свое время уже боролся с Ангелой Меркель за это кресло. И потерпел неудачу. Татьяна Лугунова, Геннадий Никеенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Сам Штайнмайер о своих президентских амбициях пока молчит. Вместо этого предрекает крах Евросоюзу. В интервью одному из немецких изданий главный дипломат Германии заявил, ЕС грозит развал. Мол, сейчас организация находится в зоне сильной турбулентности. Причины решения Великобритании покинуть объединенную Европу, финансовые и миграционные кризисы. Как разрешить миграционный кризис и что делать с беженцами? Во Франции, принявшие тысячи людей, готовы к радикальным мерам. Печально известный лагерь мигрантов в Кале, похоже, могут снести. Местные жители верят в это с трудом, но некоторые мигранты уже пытаются скрываться в лесах. Все подробности выясняла София Гордиенко. Тысячи журналистов, которые приехали в Кале, готовы были увидеть все, что угодно, но только не спокойствие. Накануне, как обычно, здесь подрались афганцы, но на рассвете к огромному ангару выстроилась тихая очередь, которую делят на семейные пары, одиночек и детей. Встречают всех сотрудники французского иммиграционного офиса. Отправляем в два региона. На входе людей спрашивают, куда бы они хотели. И мы здесь им выдаем браслеты соответствующего цвета. Первые принимающие регионы – Бургонь и Рональп. Министр внутренних дел пока доволен. Операция пока проходит спокойно. Все под контролем. Только сегодня выехать должны 60 фургонов во все регионы страны. В спеццентрах людям представляют кровь и питание. Но главное – возможность подать документы на получение убежища. Во Франции мне нравится. Обеспечивают едой, выдавали нам одеяло. Я хочу остаться во Франции. К слову, в очереди фактически только те, кто уже давно пытается попасть в миграционные центры. Эти люди каждый раз приходили с чемоданами по вторникам и четвергам, когда отправлялись автобусы в миграционные центры. Но они не могли попасть в них, потому что не было мест. Я их уже всех знаю. Волонтеры насчитали около 2000 человек, которые стараются пересидеть зачистку джунглей. Кто на заброшенных заводах, кто в собственных палатках. Власти таких будут задерживать, насильно эвакуировать, а палатки сносить. Так что спокойствие здесь, скорее всего, временное. А ведь джунглям Кале уже 14 лет. Сначала их пытался снести Николя Саркози, теперь вот Франсуа Алант. Будет ли это точка в этой истории или всего лишь запятая, станет понятно спустя неделю. В такой срок власти запланировали снести лагерь полностью. София Гордиенко, Василий Трышковский. Подробности Европейское бюро телеканала Интер. Миграционные волны докатываются и до нашей страны. Пятерехны нелегалов задержали закарпатские пограничники. Двое выходцев из Бангладеш пытались подкупить военных, давали тысячу долларов, чтобы их все же впустили в Евросоюз. Теперь, кроме административной ответственности, мигрантам грозит еще и уголовное. Остальные путешественники из Камеруна, Кодивуара и Гвинеи шли вообще без документов. Только у одного из них была справка из суда, которая дает право на временное пребывание в Украине. Все мигранты задержаны и их отправят в приют в Винницкую область, где их судьбу будет решать суд. Отстранить на время расследования директора шахты Горская в Луганской области. Такое решение сегодня приняли на коллегии в Министерстве энергетики и угольной промышленности. Об этом сообщил нардеп от фракции оппозиционный блок Юлий Йоффе. Напомню, на этой шахте уже два с половиной месяца не выплачивают зарплату, а уголь вывозят в неизвестном направлении. Поэтому горняки объявили забастовку и не пустили гендиректора на работу. В ответ высыпались угрозы физической расправы. Йоффе уверен, такой ситуации можно было избежать. Сейчас принято решение. Я надеюсь, что оно будет исполнено, что шахтеры приостановят забастовку. И, наконец, за 14 дней туда выйдет КРУ, и туда выйдет министр в четверг. Ту ситуацию, которую создало руководство Министерства, она просто недопустима. Мы ехали в Киев, нам сказали, вы оттуда не вернетесь, но могу сказать вот в камеру, мы готовы. Пожертвовать собой ради благополучия коллектива. Мы готовы. И нас не запугают. Вы смотрите подробности и далее в нашей программе. Модное детство. Какие крупные европейские бренды обвиняют в использовании детского труда. Последнее китайское. В Поднебесной за последние три года уличили в коррупции рекордное количество чиновников. В Одессе прокуратура продолжает расследование резонансного дела по разгону митинга 19 февраля 2014 года. Напомню, тогда у стен Одесской областной администрации вооруженные тетушки с битами напали на журналистов и активистов пострадали более 10 человек. Месяц назад генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в причастности и к этому преступлению подозревают нардеп от оппозиционного блока Николая Скорика. Два с половиной года назад он занимал должность губернатора Одесской области. Сегодня парламентарий по собственному желанию пришел в следственный отдел областной прокуратуры, чтобы дать все исчерпывающие показания по этому делу. В очередной раз Скорик заявил о своей невиновности и непричастности к разгону митинга. Если пытаться это дело обвлекать в политическую окраску и идти по абсолютно незаконному пути, то, конечно, можно сделать все, что угодно. Но я все-таки очень надеюсь, что генеральная прокуратура останется в рамках закона. Все-таки будет рассматривать это дело в юридической плоскости. В всяком случае, мне очень хочется на это надеяться. Очередная ночь в Марьинке. Обстрелы из пулеметов и гранатометов. По соседней Красногоровке боевики ударили из минометов 82-го калибра. В 100 метрах от линии огня в своих домах безоружные люди, жители Марьинки. Войну их глазами видела Ирина Баглай. От дома Оксаны до линии фронта 100 метров. Перед тем, как пригласить в дом, хозяйка предусмотрительно показывает рубеж в своем дворе, за который лучше не заходить. А вон у нас знаменитая конюшная, если ты видишь. Откуда снайпера? ДНРские позиции. Так это близко. Вот стена ты стоишь. Это все снайпер мне поколотил. Это все изрешеченное. И как по расписанию, в 6 часов вечера вражеский обстрел. В Марьинке свои правила выживания. С заходом солнца на улице ни души. Что тут бояться? Тут, по-моему, уже отбоялись первый год. У мирных жителей в красной зоне под куртками нет бронежилетов. Поэтому на то, чтобы решить свои дела, сходить на работу, отвезти детей в школу, сад, всего пару часов днем. Если начинается обстрел, а тебе домой нужно, а ты между попал, ну где ты? А там открытная местность. И вот тогда этот пустырь нужно либо пробежать, либо за холмик спрятаться, либо упасть, ползти. В общем, кто как может. И тут же, в подтверждение слов Оксаны, на простреливаемом участке улицы слышен свист пуль боевиков. Меня Саша хорошо слышит. Еще. Это сюда была пуля, вот это свист сюда. Еще одна беда окраины Марьинки – сюрпризы у ворот домов. Они обсматривают калитку для того, чтобы там не было растяжки. Семья вернулась домой, открыли ворота, и полностью вся семья пострадала. К ночи бой уже перекинулся ближе к дому Оксаны. В случае обстрела вражеской тяжелой артиллерии дети знают, что делать. Вот, мы сюда спускаемся. Но мы уже давно сюда не спускались. Бывало, что мы ночевали в подвале. Холодно. Ну, прохладно. На рассвете отсюда хорошо видна позиция боевиков, откуда ночью и летели трассерные пули. Сегодня заметили еще и вспышки вражеских минометов. Семь часов утра. Вот под такую перестрелку в Марьинке начинается новый день. Этой ночью основной удар на себя приняли украинские солдаты. АГС – это, ну, преступное оружие, которое не слышно, пока оно не взорвется, пока оно не упадет. Бывает такое, что если в ветки попадают, он в свет взрывается, вверху взрывается. То есть воздушный подрыв – это самый опасный подрыв. От него очень тяжело спрятаться. Под обстрелом вражеских гранатометов ранения получили трое наших бойцов. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Руслан Терентьев из Донецкой области. Подробности – телеканал «Интер». Президент назначил нового главного разведчика. Петр Порошенко представил коллективу начальника главка разведки Минобороны генерал-майора Василию Бурбу. Глава государства уверен, Бурба даст новый импульс деятельности военной разведки Украины. Василию Бурби, 38, он участник боевых действий, служил в СБУ. Москва назвала условия, при котором возможно возобновление временного перемирия в сирийском городе Алеппо. Это соблюдение режима прекращения огня повстанцами. В срыве эвакуации раненых из осажденного города российский МИД обвинил оппозиционные группировки. Объявленная Москвой и Дамаском 72-часовая гуманитарная пауза закончилась в субботу. Временное прекращение бомбардировок должно было позволить мирным жителям свободно покинуть города, врачам, эвакуировать больных и раненых в больницы. 22 октября сирийские и российские военные самолеты возобновили удары по Алеппо, несмотря на призывы западных лидеров прекратить бомбардировки. А украинский МИД передал ноту протеста сирийским дипломатам. В Киеве возмущены высказыванием председателя Народного совета Сирии Хадея Аббас. Она заявила, Крым является частью Российской Федерации. Украинская сторона назвала это недружественным актом. В ноте указано, что Крым, согласно нормам международного права, является территорией Украины. Дешевая рабочая сила. Известные британские бренды уличили в эксплуатации детей-беженцев из разрываемой войной Сирии. Разгромное расследование провели журналисты BBC. Что раскопали наш британский субкор Светлана Чернецкая. Серьезный удар по репутации. Всемирно известные бренды британские Марксен Спенсерс и испанские Манго и Зара оказались в центре мигрантского скандала. Выяснилось, что эти производители не просто используют дешевую рабочую силу, но даже привлекают детей из отчаявшихся мигрантских семей. В поисках лучшей жизни сирийцы бегут в соседнюю Турцию, где им часто приходится работать нелегально из-за гроши. Журналисты британской BBC на фабриках в Стамбуле обнаружили детей-беженцев, которые по 12 часов в сутки шьют и гладят одежду. Платят им гораздо меньше минимальной зарплаты, менее фунта в час, то есть менее 30 гривен. При этом условия труда более чем сомнительные. К примеру, при пошиве джинсов даже не выдается защита, необходимая для работы с химикатами. Турция очень удобная страна для европейских производителей. Она расположена довольно близко к ЕС и обеспечивает быструю доставку одежды. Вот только за последние несколько лет туда бежали около 3 миллионов сирийцев. У многих нет права на работу, поэтому приходится соглашаться на любой заработок. Полное расследование журналистов BBC выйдет в эфир чуть позже, этим вечером. Но представители брендов уже поспешили заявить, что не знали о происходящем. Заверили, что всегда тщательно проверяют поставщиков и не допускают использования детского труда. Правда, удар по репутации уже нанесен, и это очень серьезное обвинение. Каждая компания имеет свои принципы так называемой этической торговли. Им должны следовать все поставщики. Получается, что благие намерения действуют только на бумаге. Работа журналистов уже принесла плоды. В легендарном британском Марксен Спенсер в ответ на разоблачение пообещали легально трудоустроить всех сирийцев, работающих на их фабриках. А в онлайн-магазине Асос заверили, что окажут финансовую помощь малолетним сотрудникам, чтобы они смогли вернуться в школу. Также пообещали повысить зарплаты взрослым беженцам. Светлана Чернецкая и Валентин Белич. Подробности британское бюро телеканала Интер. В авиакатастрофе на Мальте погибли пять сотрудников французской службы контроля над нелегальной миграцией. Легкомоторный самолет упал сразу после взлета в аэропорту Мальты и загорелся. Все находившиеся на борту погибли. Сначала появилась информация, что в самолете сотрудники европейской погранслужбы Фронт-Экс. Позже в правительстве Мальти заявили, рейс совершали в рамках операции надзора французской таможни за нелегальной перевозкой людей и наркотрафиком. Причины аварии выясняет Следственная комиссия. 13 человек погибли, более 30 получили ранения при столкновении туристического автобуса с грузовиком в Калифорнии. Авария произошла в городе Палм-Спрингс. Автобус возвращался в Лос-Анджелес из казино, расположенного недалеко от Солтана. Причина аварии пока неизвестна. Сообщается, что автобус двигался на высокой скорости. По данным сотрудников дорожной полиции, машина проходила все необходимые процедуры технического осмотра и была исправна. Президентские выборы в ШАП выходят на финишную прямую, но кого изберут, понять по-прежнему сложно. Почему запутались даже социологи и какой план на 100 дней президентства предложил сейчас Трамп? Дмитрий Анопченко об этом. Он в Вашингтоне. Трамп и Хиллари. Понять, кто из них кого опережает, невозможно. Ведь в средствах массовой информации альтернативная реальность. В конце ушедшей недели телекомпания ABC сообщила, что у Клинтон отрыв на 12 пунктов. 50% против 38% у Трампа. Практически одновременно влиятельная Лос-Анджелес Таймс заявила, мол, кандидаты идут вровень. У обоих по 44% голосов. И одно и другое авторитетные СМИ манипулировать цифрами не будут. Но результат очень сильно зависит от того, как именно формулируют вопрос социологи. К примеру, дают людям выбор только из двух кандидатов. Или указывают всех, кто будет в бюллетене. В итоге оба штаба сейчас с полным правом цитируют лишь те цифры, которые выгодны им. И ориентироваться на социологию в Америке в принципе невозможно. Тем более, что и новая порция писем демократов. Их как раз Викиликс опубликовала. Свидетельствует, что команда Клинтон вела переговоры с экспертами. Интересовалась, а как именно проводить опросы общественного мнения, чтобы получить максимально благоприятный результат. Так что цифры разнятся. И единственное, на что сейчас избиратели обращают внимание, так это на те обещания, которые оба кандидата дают за две недели до голосования. Трамп опубликовал свой план на первые сто дней президентства. Пообещал, как он выразился, осушить болото в Вашингтоне. Ограничить полномочия всех членов Конгресса. А еще наложить на чиновников Белого дома пожизненный запрет лоббировать интересы иностранных государств. Заявил, с первого же дня, как станет президентом, начнет депортировать более двух миллионов нелегалов. А странам, которые откажутся принимать их обратно, просто прекратят выдавать американские визы. Это контракт между Дональдом Трампом и американскими избирателями. И он принесет честность, ответственность и перемены в Вашингтон. Многие из этих обещаний, особенно те, что касаются конгрессменов, это то, чего очень давно хотели обычные американцы. И они способны дать Трампу голосов. Но есть еще и сексуальный скандал, который эти голоса забирает. А он в последние дни развивается и очень активно. Уже 11 женщин обвинили Дональда Трампа в домогательствах. К ним сейчас присоединилась и порнозвезда Джессика Дрейк, актриса фильмов для взрослых. Она даже пресс-конференцию дала. Где заявила, в 2006-м познакомилась с Трампом. А потом человек с похожим на него голосом звонил и предлагал деньги за секс. Из доказательств, правда, только ее слова и совместная фотография. Но для тех, кто уже сформировал свое мнение, и этого вполне достаточно, чтобы не голосовать за Трампа и других отговаривать. Приставание Трампа к женщинам в эти дни обязательная тема любого предвыборного выступления Хиллари Клинтон. На ее стороне и Барак Обама, который чем ближе к выборам, тем активнее ездит по стране с агитационными турами. Все наши достижения могут пойти прахом, поскольку на пост президента претендует человек, который не годится для него и доказывает это каждый день и каждым поступком. Поддержка Барака Обама и еще Билла Клинтона – это очень серьезные козыри Хиллари. Признают менеджеры компании Трампа и говорят, у него сейчас есть единственный возможный контрплан, чтобы попытаться выиграть. Это в оставшиеся две недели как можно больше говорить с людьми. Ну а еще они предложили Хиллари провести четвертый незапланированный тур теледебатов. Мол, если первые три вызвали такой интерес, то почему бы не встретиться на еще одной теледуэли. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала «Интер». Коррупция в Китае опасна для жизни. Как в Поднебесной расправляются со взяточниками, узнаете из нашего обзора. Коррупционная очистка. В Китае за последние три года миллион чиновников обвинили во взяточничестве. Таковы официальные данные Компартии страны. Преследованием коррупционеров занимается специальный дисциплинарный комитет. С 2000 года в Поднебесной расстреляли 10 тысяч взяточников. Еще 120 тысяч госслужащих получили тюремные сроки от 10 до 20 лет за решеткой. Сто тысяч долларов за ключ от «Титаника». В Великобритании на аукционе продали ключик от шкафа со спасательными жилетами. Его владелец Сидни Садьюнери работал на корабле «Стюардом». Он не выжил при кораблекрушении, но успел использовать инструмент и, возможно, спас не одну жизнь. Ключ нашли в его кармане. На торги историческую ценность выставили потомки Садьюнери. Желтая карточка за Тверк. В США судья наказал футболиста Кея Комару за победный танец после забитого мяча. Форвард отличился в матче между Нью-Инглендом и Монреалем. Возможно, судья больше по вкусу Тверк в женском исполнении. Зрелище не для слабонервных снял на камеру житель австралийского штата Квинсленд. Среди ночи сосед позвал его, чтобы показать вот это. Огромный и, очевидно, очень голодный паук тащит мышь по стенке холодильника. Видео быстро разлетелось в сети. Его автор, шутя, пишет, что насекомое приютили. Назвали Герми, и теперь у него свой бизнес по истреблению грызунов. В Мексике день мертвых. Сотни женщин в маскарадных костюмах в виде скелетов прошлись по центральным улицам столицы. Это дань символической фигуре праздника девушке Катрине, которая, по легенде, недоедала ради дорогих нарядов, чтобы походить на леди из высшего сословия. Бельгийские кондитеры приготовили рекордный эклер длиной 676 метров. Над шоколадным десертом трудились более 20 мастеров. В тесто закатали 70 килограммов масла, 2000 яиц, 50 килограммов муки и 300 литров молока. Деньги на продукты собрали спонсоры, а выручка пойдет на благотворительность. Но вот в книгу рекордов Гиннесса эклер-гигант не попадет. Не было заявки. Сегодня ушел из жизни выдающийся украинско-канадский экономист и общественный деятель Богдан Дмитриевич Гаврилишин. Накануне он отпраздновал свое 90-летие. Богдан Гаврилишин родился в Тернопольской области на протяжении 18 лет. Возглавлял Международный институт менеджмента в Женеве. Был почетным доктором семи университетов в разных странах мира. Создал Международный центр перспективных исследований, а также руководил фондом возрождения. Следите за развитием событий на нашем сайте подробностей. А в прямом эфире увидимся уже завтра. Хорошего вам вечера и до встречи на Интере. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова